Добрый вечер, это радио Финам ФМ, частота 99,6, программа искусства возможного, как обычно, по четвергам в это время, в студии Роман Бубаян, в столице России, Москве, 20 часов 5 минут. Говорить сегодня мы будем о взаимоотношениях между Россией и Соединенными Штатами. В начале несколько цитат. Цитата первая. Нам уместно взять паузу, посмотреть в каком направлении движется Россия, каковы наши интересы и так отрегулировать отношения, чтобы мы делали то, что хорошо для Соединенных Штатов и возможно для России. Это заявление Барака Обамы. Он заявил об этом в тот момент, вы, наверное, помните, это я обращаюсь и к нашим слушателям, и к нашим гостям, которых представлю чуть-чуть позже. Он это заявил в тот момент, когда отказался прилететь в Москву для встречи с Владимиром Путиным. Помните, да? И вторая история. Это уже цитата американского посла Майкла Макфолла, который на фоне вот таких заявлений своего президента и на фоне многих других событий вдруг заявил о том, что он заканчивает свою дипломатическую карьеру, возвращается в Соединенные Штаты, где будет по-прежнему преподавать в университете. И при этом его возврат это досрочный возврат, его собственное решение. И Майкл Макфолл объясняет это следующим образом. Еще одна цитата, как и обещал. «Своим главным провалом я считаю, что мы, Россия и Соединенные Штаты не смогли продемонстрировать лидерство в сирийском вопросе три года назад». Вот такая вот интересная фраза. Мы об этом еще поговорим, потому что эту фразу можно трактовать немножечко... Это первый час. Потом он сказал, что он не смог развеять миф о том, что американские делают правую революцию в России. Да, совершенно верно. И это был Майкл Макфолл, редактор отдела... Господи, боже мой. Майкл Бом. Ну да, да, ну все впереди, Майкл, да. Майкл Бом, редактор отдела мнения и комментарии газеты The Moscow Times. И второй наш гость, это Сергей Константинович Ознобищев, директор Института стратегических оценок, профессор МГИМО. Итак, Майкл, ну давай попробуем начать с тебя. Вот смотри, значит, мы имеем вот такие заявления президента Соединенных Штатов. Мы имеем, помимо заявлений, мы еще имеем определенные действия, которые были произведены Соединенными Штатами. Ну вот, допустим, тот же самый отказ от встречи с российским президентом. Потом достаточно странная реакция Соединенных Штатов на Олимпиаду в Сочи. Да, но я хочу добавить... Сейчас, секунду, секунду, я быстро сформулирую, и ты потом все добавишь, да. На Олимпиаду в Сочи. И мы имеем, собственно, вот такое вот заявление американского посла и его, ну я не знаю, такой ускоренный возврат на родину. Вот о чем все это говорит? Это говорит о том, что действительно отношения между Москвой и Вашингтоном сегодня не очень хорошие. А как говорят многие эксперты, даже отношения эти находятся на грани холодной войны. А кому это, кому жить хорошо? На Руси и в Америке. Когда это было хорошо? Да. Но был маленький период во время перезагрузки, но очень маленький период. Это когда Медведов был президентом, и это не случайно, что именно тепление было при Медведове. Как только Путин пришел к власти, все, перезагрузка закончилась. Закончилась. Я хочу одно уточнение, что до того, как Обама отказался от визита в Россию, Путин отказался от визита на восьмерке в Америке. Вы помните это? Это маленькое уточнение. Я не связываю эти вещи. Я не думаю, что Обама это в отместку было сделано. Но это просто вы сказали, что как будто впервые Обама отказался. Но это не совсем так. Хорошо. Ну вот так вот, если попробовать охарактеризовать отношения между Россией и Соединенными Штатами, они хорошие или плохие сейчас? Неважно. Неважно? Или неважные? Неважные. Всегда очень важно, в том же дело, что слишком уж важно, но неважные отношения. Хорошо. А твое мнение, как ты думаешь, кто в этом виноват? Если честно, конечно, оба хороши, как известного классики. Но я думаю, что Россия более виновата. Безусловно. Безусловно. Потому что вот эта мощная антиамериканская пропагандистская кампания, которая разворачивалась после прихода Путина, это, конечно, очень сильно испортила отношения между странами. И я думаю, что это играло не последнюю роль в решении Макфуала уехать. Он сослался на семейные обстоятельства, но это такая... Ну, семейные обстоятельства, да, удобная история, на которую всегда можно сослаться, да. Но мне кажется, что ему надоело, его достало все это, понимаете, что он сказал в этом интервью, что он не мог развеять миф о оранжевой революции. О том, что американцы хотят все время сделать как можно хуже России, в том числе провести на территории России организовать оранжевую революцию. Не смог развеять миф, и поэтому... А, понимаете, это как из советского времени, я один, а вас много. Он пытался, у него было много подписчиков по Твиттеру, он был очень популярен. И может быть, это одна из проблем, почему он не нравился Кремлю. Но против этой пропаганды, против первого канала, второго канала, НТВ, РЕН-ТВ, понимаете, когда каждый день говорят, что он шпион, что агент, что он финансирует оппозицию, что он делает оранжевую революцию, что он специалист по оранжевым революциям. Но, понимаете... Да, и человек не выдержал, человек не выдержал, и сказал, все, поеду обратно, я в Америку, к семье, сошлюсь на семейные обстоятельства, и буду заниматься любимым делом. Это не честная игра, это подлая игра, но, понимаете, он дипломат, он известный академик, но сколько можно выдерживать, это ниже Плинтуса. Ну, хорошо, хорошо. Сергей Константинович, ну вот смотрите, вот мы имеем вот такую вот ситуацию, американский посол уезжает, потому что его просто затравили, как говорит Майкл. Как вы думаете, отношение России и Соединенных Штатов сегодня действительно находится на грани холодной войны, и может быть это одна из причин, почему американский посол покинул нашу территорию? Ну, первое, насчет затравили, вернее, первое, если бы не вы бы, Майкл, здесь, я бы тоже начал критиковать бы и нашу политику, и все, но, значит, сердце гражданина и патриота не позволяет мне взболчать. И немножко историка, да, и человека, который давно живет и наблюдает за происходящим в наших отношениях. Ну, во-первых, вот знаете что, совет на будущее, но нельзя выбирать в качестве посланцев своей великой державы людей, которые заведомо имеют, чтобы говорить журналистским языком, да, негативный имидж или элемент негативный имидж, независимо из того, какой он замечательный, академик, признанный, и я его сам очень люблю, уважаю, но человек, которого считают там автором этих самых оранжевых революций, присылать его в такой острый период общественно-политический, дискуссии, которые развернулись здесь, может быть сто раз не согласны. Я сам бы считаю, что антиамериканизм здесь зашкаливает, нельзя это было развязывать, нельзя этим было пользоваться во время президентской кампании. В чем негативный имидж, я не понимаю. Привозить не надо было этого человека, надо бы другого привезти, вот и все, все, понимаете, вот не надо объяснять, я сам согласен, что вы правы, но привозить не надо было, надо было другого найти, более нейтрального. Вот идеальный человек, например, идеальный человек сегодня, например, Роза Гетт и Мюллер, вот была бы идеальной посол, на 120%, вот она освободится может, или вы ее достанете из раздруженческого этого сектора в Госдепе, и посадите, будет идеально. Сергей Константинович, вы сказали, что антиамериканизм зашкаливает, а вот смотрите, значит, цитата в одной из центральных американских газет. Если бы не Москва, то Эдвард Сноуден предстал бы перед американским судом, в Сирии закончилась бы гражданская война, если бы не Россия, то Иран отказался бы от своей ядерной программы, а Украина и Грузия стали бы процветающими демократиями, а это дружественные публикации, Сергей Константинович. Ну, вы знаете, однозначно ничего оценить нельзя. Ну что ж, так написали, такое вот есть оценочное суждение, как сейчас принято у нас говорить. Вот у нас иначе оценивают, у нас и похуже пишут по поводу американцев, которые везде вмешиваются, везде лезут, хотят сменить режимы, затеяли эту самую арабскую весну. Вот, понимаете, и сам я с этим тоже спорю. Но в данном случае, ну что мы будем цепляться к тому, кто чего написал? Но то, что у нас согласия нету, да, говоря языком классиком, что это согласие потеряно, и потеряно далеко не, далеко не по вине российской стороны и не только по вине российской стороны. Начнем с того, что Путин пришел абсолютно открытый для диалога с Западом. Путин стремился в 2000-е годы, в конце этих самых, там, 90-х, когда только, так сказать, зрело его назначение, он стремился к диалогу. Он сам выходил, он сам выходил с инициативой вот этой встречи, и пробивал эту инициативу, если вы помните, встречи в верхах с Бушем. И вот он добился на 70% то, что в Любляне они встретились, и Буш заглянул в его глаза, и было затеяно то, что потом стало перезагрузкой. Это уже было вторично после испорченных отношений. Да-да-да, это встреча знакомства была, про которую вы говорите, да, первая встреча. Были произнесены великие слова, что мы партнеры, и было сказано Путину, что когда великая страна признает нас партнером, это многое значит, понимаете? А потом Запад шаг за шагом, после этого Путин сделал еще несколько очень важных шагов, поддержал США одним из первых в августе. Потом были разрешены согласия на эти, значит, базы, аэропорты подскока там в ближнем зарубежье, да? И потом он приехал в НАТО и сказал, ну давайте вот теперь, когда вы примите нас в НАТО? Ну так надо было принимать срочно, надо было сотрудничать. Не было сделано ничего, было сказано, нет, вы так же, как все, станете в очередь. Для нас оскорбительно стоит в очереди, зная, так сказать, наше представление себе. Ну хотя бы здесь-то политика может как-то работать, или мы будем действовать по заранее установленным каким-то идеологизированным оргсхемам, да? Что только так, а не иначе, понимаете? Вот в чем ошибка. Да, Майкл, теперь отвечайте. Да, я хочу ответить. Я категорически не согласен с вашим заявлением о том, что не надо было посылать Макфола, понимаете? Ублажать капризы Кремля, но, понимаете, это все равно, что не посылать, я не знаю, допустим, если посол афо-американец, потому что им не нравятся афо-американцы. Но до какой степени надо ублажать капризы той страны? Он ведущий специалист по России. Да, он изучал вопрос о ренджах революции, но в... Книги писал, книги про революцию писал, да, с научной точки зрения, да. Это значит, что он в этом очень хорошо разбирался, Майкл. Исторически. Это все равно, что сказать, что он написал книгу о нацизме, он нацист. Но это абсурд. Нет, если бы он написал книгу, которая написана, как создавать нацистскую партию и вот эти все рецепты. Вот, 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 вот. Вот это уже совсем другая история. Это другая история. Потом Макфол, кстати, сейчас он очень хорошо... Он может написать книгу о как создавать вертикал власти. Майкл, мы на самом деле, вот, согласитесь, что, вот, вешать всех собак на Москву, российскую политику и Путина, ну, это просто, мягко говоря, сильное преувеличение. Не всех собак, а самых злых собак. Хорошо, самых злых. Майкл, вот такой вопрос. У нас там две с небольшим минуты. Про Макфова мы сейчас еще будем говорить долго. Я просто вот хочу понять, а скажите, а почему такое странное отношение к нашей Олимпиаде у американцев, если они такие все из себя объективные ребята? Почему Обама не приехал? Ну, он приезжал на другие Олимпиады? Это да. Нет. Ну, я не помню, я не следил за его перемещениями. По-моему, ничего личного. Понимаете, вот это гипотрофированное все, вот это гипотрофированная обида, что это против России. Нет, стойте, стойте, стойте. Подождите, Майкл. На обиженных в воду. Я понял, мы не обижаемся, Майкл, вы видите, да, достаточно успешно идет Олимпиада. Мы немножечко... Да, и без Обамы, да. Да, и без Обамы, да. Мы немножечко вот сейчас вот как-то не очень пока выступаем, но все еще впереди. Не в этом дело. Майкл, вот смотрите, я имею в виду вообще создание общей атмосферы вокруг той же самой Олимпиады. Огромное число публикаций накануне Олимпиады и все издания исключительно только американские, в лучшем случае Канада и Британия, да, и во всех этих статьях журналисты, просто, ну, метры журналистского сообщества, люди, которые просто, ну, всегда были объективными. И вдруг они начинают писать какую-то ерунду про то, что происходит в Сочи. Читаешь и думаешь, ну, что это такое? А потом люди начинают... По инструкции Госдепа, да? Не-не-не, люди начинают это, значит, изучать, выясняется, что все фотографии не соответствуют действительности, какие-то вещи там, ну, просто за уши притянуты. Это называется создание соответствующей атмосферы. Вот я хочу понять, зачем. Это называется русофобия. Это кампания по дискредитации в светлой России. Пушистые белые России. То есть этого не было. Майкл, я не сказал, что мы пушистые. Я, я как гражданин России, да, и Сергей Константинович, и ты в том числе, как человек, который отлично говоришь по-русски, уже достаточно давно здесь живешь, мы знаем очень много наших недостатков. Но зачем создавать эту атмосферу на фоне Олимпиады? Рома, ты же журналист, но не надо, не надо, ты не красная девица, ты журналист. Ты понимаешь, да, что когда ты журналист, ты будешь писать о хорошем и о плохом. Потому что Россия очень наивна, либо хорошо, либо ничего, но не бывает. Понимаете, с одной стороны Россия говорит, что мы вышли на новый уровень. Посмотрите на нас. Мы встали с колен, но это было давно. Я имею в виду, а когда действительно смотрят на Россию и пишут о плохом, это некорректно получается. Но справедливости ради, мы скажем так, что были и те, которые писали о хорошем тоже. Я имею в виду в привязке к Олимпиаде. Мы сейчас прервемся, вернемся через несколько минут и продолжим. И я еще, наверное, запущу смс голосования. Вопрос мы сейчас в перерыве с вами обговорим. Еще раз добрый вечер. Это радио Финам ФМ, частота 99,6. В эфире Искусство возможного в студии Роман Бабаян. И сегодня мы говорим о взаимоотношениях между Россией и Соединенными Штатами. Говорим с нашими гостями. Это Майкл Бом, редактор отдела мнений и комментариев газеты The Moscow Times. И Сергей Константинович Ознобищев, профессором ГИМО, директора Института стратегических оценок. Телефон, по которому вы можете позвонить в нашу студию и задать любой вопрос мне или нашим гостям. 65 10 99,6, код города Москвы 495. А также мы решили запустить смс голосования. Изменилось ли ваше отношение за период с того момента, как начался третий срок президентский Владимира Владимировича Путина, по отношению к Соединенным Штатам, изменилось ли ваше отношение. Если оно изменилось, изменилось в лучшую сторону, в лучшую, то есть стали лучше относиться к Соединенным Штатам, то пришлите букву А на короткий номер 5533. Если за это время ваше отношение изменилось в худшую сторону по отношению к Штатам, то пришлите букву Б на тот же самый короткий номер 5533. Хорошо, Майкл, с Олимпиадой все понятно. Теперь то, о чем говорил Сергей Константинович. Мне кажется, что весь этот негатив прошел. Был такой короткий период, но после открытия, мне кажется, очень много... Согласен. Я же поэтому сказал, давайте будем справедливы, что потом пошли нормальные публикации. Да, это правда. Вот Сергей Константинович сказал следующее. Вот он взял наши отношения с 90-х годов, то есть с того момента, как Россия стала существовать как самостоятельное государство после распада СССР. И пытался вот очень коротко сейчас проанализировать, как развивались наши отношения. И действительно, ведь когда мы, когда на карте мира появилось государство Российская Федерация, мы были уверены, что теперь, ну, собственно, ну, холодная война с Советским Союзом, все понятно. Теперь Советского Союза нет, значит, к нам должны по-нормальному относиться. Мы были готовы на сотрудничество абсолютно со всеми, в первую очередь с Соединенными Штатами. Мы воспринимали их уж точно как партнеров, чуть ли не самых ближайших партнеров. И что мы потом получили, Майкл? А получили мы следующее. Потом это когда? А вот за эти годы. 90-е. Да-да, ну не только, и вот за 2000-е. Вот смотри, давай поэтапно. Что мы получили? Мы поняли, что нас по-прежнему никто партнером считать не хочет. Почему? Потому что нам говорили, ребята, так как Советского Союза нет, можете больше не опасаться, допустим, такого военно-политического блока, как НАТО, во главе которого стоят Соединенные Штаты. А на следующий день, ну, я так образом говорю, на следующий день мы узнаем о том, что НАТО планирует расширяться на восток. И расширились на восток, более того, за счет бывших республик Советского Союза. То есть НАТО напрямую пошло к нашим границам. Нам это не понравилось. Дальше. В чем опасность? Опасности никакой нет. Политической, мгновенной. Никакой. Военной никакой. Потому что я всегда говорил, что подлетное время ракеты, которая вылетит, я не знаю, в случае необходимости с той же самой НАТОвской страны под названием Норвегия, если ее туда привезти, ровно такое же, как, допустим, с территории Литвы. То есть опасности нет? Военной нет. В чем проблема? Объясняю, объясняю. Чок по самолюбию. Не, не, Майкл, вот я тебе говорю, Майкл, мы теперь братья навек. Мы с тобой партнеры там, все, вот отлично. И вдруг на следующий день узнаю, что ты что-то такое вот сделал, там поселил рядом со мной, прям в соседней квартире, каких-то там непонятных ребят, которые в любой момент могут там ворваться в мою же тоже квартиру, если ты им прикажешь. Ты же понимаешь, ну мне это как-то не очень нравится. Не, но НАТО не такие ребята. НАТО не такие, они вообще хорошие. Идем дальше, смотри, подожди, Майкл. Ваши налоги не работают. Подожди, как не работают? Работают, ты же понимаешь, о чем я говорю. Работают на территории всей нашей страны. Если мы договорились, что мы теперь партнеры, то какого черта идти к нашим границам? Идем дальше. Договор по ПРО от 72-го года. Ты помнишь, сколько было переговоров? Да. Просто огромное число переговоров. И мы летали, и вы прилетали, и так далее, и так далее. И вдруг американцы принимают решение выйти из договора по ПРО 72-го года. И это был только первый шаг. Вторым шагом было развертывание очередного оппозиционного района. И опять где? И опять здесь. И нам говорят, ребята, мы разворачиваем ПРО только потому, что мы опасаемся корейских и иранских ракет. А наш президент говорит, слушайте, ну подождите, ну зачем вы это делаете? Ну зачем? Мне сложно будет объяснить нации, что вы действительно боитесь иранских и корейских ракет, а их у них нет. Носителей нет. Опять, Рома, вы показываете, насколько России нужен образ врага. Вы сейчас, в вашем заявлении, вы сказали, вы прекрасно показываете, что НАТО это криминальные ребята, соседние ребята, что ПРО угрожает России. Это все, это наотрез, это нужно России, чтобы создать этот образ врага. Майкл, дорогой, но я говорю про НАТО не просто так. Потому что я, например, не понимал, почему в 99-м году нужно начинать военную операцию против Югославии. И вся моя страна этого не понимала. Но тем не менее, НАТО во главе с Хавьером Соланой это сделали. То есть это достаточно агрессивный военный блок. Это ложный пассивный. Ну хорошо. Что вчера бомбили Югославию, завтра Россию. Нет, Россию никто бомбить не будет. Тогда в чем проблема? У нас, слава богу, есть чем защищаться. В чем проблема? Проблема в том, что так партнеры себя не ведут. Если мы договариваемся, что мы больше не предпринимаем никаких активных действий в отношении друг друга, то, наверное, мы не должны их предпринимать. Я не ошибаюсь, Сергей Константинович? Вы, Роман, к сожалению, не ошибаетесь, потому что Майкл сейчас идет по проторенной дороге, широкая вытоптная тропинка, по которой ходят журналисты, политологи, политики. Десятилетиями. И все это, значит, вот такое вот индивидуальное или массовое лекторство, повторение одних и тех же аргументов и нежелания прислушаться, понимаете? Вот если вы партнеры, вы великая там страна, да? Предположим, вы так себя считаете. Мы тоже великая страна, мы так себя считаем. Вот. И мы о чем-то таком договариваемся, у нас есть свои представления, погружающие в действительности. О устройстве мира там, об устройстве политики с соседями, об угрозах и так далее. Мы разные немножко, понимаете? Вот там черные, там китайцы еще другого цвета, вот, и совсем бушмены. Но вы хотите дружить, вы хотите быть партнерами. Значит, вы вот будете там бушменам сейчас навязывать там парламент, там еще что-то, все как у нас. Не получится, да? Значит, еще кому-то. Значит, поэтому вы должны немножко проникнуться теми ценностями, да, которыми думает, которыми дышит ваш партнер. Это называется партнерское поведение. Духовные скрепы. Нет, нет, нет. Ну, у вас свои скрепы, у нас свои. Ну, что мы будем со своим этим самым уставом, как вы любите говорить, да, в чужом? Не надо. Но если вы партнер, значит, вы подумаете о последствиях каждого своего шага. Проблема в том, что мы поговорим. А вы не думаете. Вы продолжаете лекторствовать. Вот что происходит. Что мы жесткие конкуренты. И на мировой арене. А где мы? А почему мы жесткие конкуренты? Почему, во-первых, конкуренты, все конкуренты. Вы с японцами, мы там еще там с кем-то. Но почему жесткие-то? Жесткие-то, значит, мы договаривались с ним. Да мы можем договариваться. И договариваемся. Французские и американские отношения никогда не станут, допустим, американско-французскими отношениями. Почему? Да, но перестаньте. Почему, Майков? Потому что специально предлагали, допустим, американцам, да, ребята, вы хотите развернуть ПРО, давайте разворачивайте ПРО на основании наших РЛС. Мы даже предлагали такой вариант. Нет, сказали, нам это не надо. У нас опять сомнения, зачем тогда это ПРО разворачивать, если мы даже свои ракеты предлагаем. Одна из наших радиолокационных станций вообще стоит на границе с Ираном в Габале, да? Это Мингичаурская РЛС на территории Азербайджана. Вот это тогда да, Иран. Но вы говорите, нет, нам это не надо. Окей. И у нас опять вопросы. Я объясняю вам, потому что Франция давно вышла из кризиса потерянной империи. Англия давно вышла из этого комплекса психологии. Они англичане не уверены, они страшно переживают, они очень переживают. Они переживают, но они смирились с реальностью. Не смирились, не смирились они. Россия, я понимаю, что 20 лет это очень маленький срок, но в этом вся проблема. Что, как Шурик сказал, да, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями, но не совпадают. Но не совпадают. Но так вы, если вы хотите партнерствовать, вы, значит, прощайте нам эти слабости наши. Мы будем смотреть тоже, так сказать, мягко на те слабости, вы считаете, что вроде державы там куда-то вмешиваетесь. Но соблюдайте определенные принципы. Причем, Майкл, вот опять же, справедливости ради для чистоты, как говорится, диалога. Мы же неоднократно делали шаги навстречу. Вспомни Афганистан, да, 11-й год, вот эта трагедия в Соединенных Штатах. Мы тут же встали на вашу сторону, говорим, ребята, что вы хотите, мы вам поможем. Хотите разведданные, хотите какую-либо другую помощь, все, что касается Афганистана. Вышли одним фронтом. Да, вот тут вот я действительно чувствовал, что мы партнеры. Проходит какое-то время и опять. У нас звонки, звонки послушаем наших слушателей. Елена, добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. У меня маленькая ремарка. Да, пожалуйста. По поводу вашего опроса, который вы инициировали сейчас, я хотела сказать, что, возможно, вот это отношение такое, что Америка – это наш враг, оно также очень этому способствовало то, что сейчас, именно в третий срок правления Путина в последние годы, у нас очень сильно в России внутри ухудшились условия жизни, и расслоение между бедными и богатыми очень сильно увеличилось, и для среднего класса и ниже среднего жизнь очень сильно ухудшилось. И очень многие люди и очень много, опять же, в журналистском сообществе муссируется тема о том, что в Советском Союзе жизнь была лучше и перспективы были больше, но Советский Союз как геополитический противник был уничтожен Соединенными Штатами с использованием различных правомерных и неправомерных методов. В общем, этот противник был разрушен, опять же, прежде всего, волей Соединенных Штатов. И, возможно, эта антиамериканская пропаганда не была бы так сильна и не так бы отзывалась в умах и сердцах людей, если бы сейчас не было вот этого постоянного отзыва к прошлому о том, что мы потеряли тогда возможность пойти хорошим курсом и жить хорошо, а сейчас у нас вот все происходит по этому сценарию. Я понял, да. Как мне кажется, более активная нация в плане высказывания своих мнений, политических в том числе, очень большое количество каких-то сообществ, люди на улицах рассылают какие-то листовки, раздают ноты протеста против действующей политики президента Обамы, которую они называют захватнической, которую они называют истощающей внутренние ресурсы государства и так далее. Вот в свете всего этого, как внутри страны люди, простые американцы, видят вот эти сейчас отношения, натянутые Россией, Америке и вообще Америке, место ее на международной арене. Спасибо. Да, спасибо, да. Майкл, отвечайте, и потом у нас еще два звонка, два Дмитрия, да. Очень интересное наблюдение, что она видела в Калифорнии. Калифорния особый штат, потому что и протесты, и очень много референдумов, там рекорд референдумов, это особый демократический штат. А в России, когда протестуют, это уже, понимаете, радикальная оппозиция, да, это пятая колонна, это все проплачено госдемократно. Майкл, подождите, про нашу оппозицию подождите. Я говорю, как она видит оппозицию. Как американцы относятся к России, и как они относятся, вот как они оценивают отношения наши между Соединенными Штатами и Россией? Они вообще об этом думают как-то или им абсолютно все равно? А может быть не все равно и переживают так же, как и мы? В основном все равно, но сейчас во время Олимпиады не все равно, Россия сейчас на первом плане. Но в этом, я думаю, что вся проблема, потому что в старые добрые времена в Америке думали о Советском Союзе каждый день, а сейчас изредка, и это очень обидно. Американцам или нам? Нет, вам, конечно. Не, мне нормально, нормально, честное слово. Мне кажется, что если вообще друг о друге забудем, тоже будет нормально, спокойно и вам, и нам. Лучше, чтобы мы работали вместе, и чтобы мы напоминали друг о друге постоянно в хорошем смысле. В хорошем смысле, да. Она попала в десятку, я хочу сказать, что по поводу качества жизни в России. Вот самое главное, что Америка и, допустим, гей, это должно быть делом сотым, десятым, понимаете? Надо думать о качестве жизни в России. То есть до Америки далеко, понимаете? Хорошо, то есть ты тоже согласен с тем, что вначале, что это именно наша внутренняя проблема влияет на наши отношения к Соединенным Штатам. Это классический перевод стрелок. Хорошо, да, у нас еще звонок. Дмитрий, мы вас слушаем. Это было сделано в Советском Союзе, и это делается сейчас. Хорошо, понятно, позиция ясна. Дмитрий, добрый вечер. И она говорит, хватит уже, давайте будем решать наши внутренние проблемы. Их хватает до высшей крыши. Да. Алло, Дмитрий, вы нас слышите? Да. Да, да, да. Да, здравствуйте еще раз. Вот у меня мама, ну, к сожалению, в Советском Союзе в 10-м году умерла, она прожила в Соединенных Штатах 18 лет. Да. Ну, в многих штатах. И вот я тоже к ней очень часто ездил. И вот по поводу партнерства. Вот если взять, например, такой, ну, достаточно простой пример. Вот последние фильмы за последние два года, да, там везде идет враг России. Я понимаю, что это может быть коммерческий какой-то интерес Голливуда, да. Но когда сам я туда приезжал, вот я его сейчас вас слушал, да, люди, американцы, именно американцы, не иммигранты, да, это люди, которым по большому счету, я с вами согласен, не то, что наплевать, но у них есть свои заботы, у них есть свой устой жизни, да, уклад жизни. Они могут тебя выслушать и даже поучаствовать в каких-то своих проблемах или вопросах, но по большому счету это люди такие же, которые, как и у нас в стране, они живут своей жизнью. Вот в чем дело. И вот даже я скажу словами своей покойной мамы, она сказала, что если вы не хотите, чтобы вас подставили, когда вы туда уезжаете, в Америку, надо ехать именно в американские города, где есть американцы, которые им без разницы, откуда вы приехали, какие вопросы. То есть они смотрят именно своими какими-то маленькими такими кланами в хорошем случае. Все ли нормально там дома, у соседей, у друзей. Поэтому вот эти все проблемы политические, это мне кажется как раз не внутренние проблемы, это внешние проблемы двух стран, Соединенных Штатов и России. Хорошо, Дмитрий, вот скажите, пожалуйста, а ваше отношение к Соединенным Штатам за последнее время изменилось как-то? Вы знаете, я просто занимаюсь бизнесом и с 92-го года, я как раз в 18 лет ко мне был, я начал работать именно с американцами, занимаюсь косичным рестораном бизнеса. И понимаете, это определенное общение людей, то есть я просто привык к этому общению, что когда они что-то говорят, надо делить иногда на два-на-три. И я, в принципе, смотрю иногда между строк, если так сказано, например, честно скажу, вот такой определенный пример. Вот взял, допустим, афроамериканцы. Много лет назад они были, извините, их называли просто негры. Потом пошло это якобы ругательство, они стали там бла-бла-бла, стали потихонечку афроамериканцами. Потом в фильмах все президенты, все руководители стали как раз афроамериканские актеры. И потом плавно пришел Обама. Понимаете, вот этот вот политический подвод всего-всего-всего к определенной цели, которую они себе поставили много лет назад, ну это можно прочитать, если этим заинтересоваться. Мы более открыты в какой-то мере как народ. Да, мы как бы, если нам не нравится, мы говорим, нам не нравится. Там чуть-чуть как бы более толерантно и замысловато. Все понятно. Все понятно. Спасибо, Дмитрий. Еще звонки, друзья. Еще раз Дмитрий у нас, да, на этот раз другой, насколько я понимаю. Добрый вечер. Вечер добрый, здравствуйте. Я включил с самого начала, к сожалению, поэтому я не знаю, кто у вас оппонент с американской стороны. Майкл, я так понял. Да, Майкл Бом, да. Москл Таймс. А, Москл Таймс. Нет, ты все скажешь. Ладно. Дело не в этом. Дело в том, что первое, я бывал и там, но я русский, живу здесь. Что всегда меня поражало, это наглая совершенно ложь, которая везде в Америке распространяется по поводу и Советского Союза, и нынешней РФ. А потом, смотрите, они говорят о свободе информации и прочее, прочее, бла-бла-бла. Это же они говорят. Но вы возьмете одну и ту же новость, которая происходит где-то в мире, и новости в Америке совершенно другая. И в том плане мозгов, которое идет массировано, идет там, оно ни с чем вообще сравнить нельзя. Что мне там нравится? У них был великий президент Рузвель, который в течение некоторого времени, ну будем говорить так, минимального одного-двух лет, сделал так, что... Дмитрий, к сожалению, да, к сожалению, связь прервалась, но я понял. Я тоже был свидетелем неоднократно, когда, допустим, представители американских средств массовой информации преподносят новость ровно, ну совершенно... Диаметрально противоположная история в репортаже. Совершенно все не так, а вот рассказывается именно таким образом. И как-то все очень странно. Ну, например. Ну, например, давай, например. Вот смотри, значит, вспоминаю 99-й год, когда мир должен был узнать о том, что вот-вот начнется военная операция против Югославии. Значит, задача какая стояла? Задача стояла сделать из сербов просто, ну, каких-то кровожадных людоедов, амилошевиц, чтобы он еще албанских младенцев на утро, значит, на завтрак съедал. Чья задача? А я не знаю, чья. Мы сейчас разберемся. А теперь я смотрю, как работают журналисты, допустим, американские. Делают они следующим образом. Как овцы, да? Не-не-не. Они делают следующим образом. Они снимают, значит, группа албанских беженцев уходит из Косово на территорию Албании. Они идут через горный перевал горными тропами, и они снимают, значит, девушку, которая идет с младенцем по снежной вот этой дороге. Они снимают этого ребенка, закутанного там в одеяло. Они показывают, как еще идет какой-нибудь старик, там, отец этой девушки тащит какой-то тюк там с вещами и так далее. Естественно, если нам с вами показать такую картинку, то мы, о чем мы будем думать? Мы будем думать о том, что сербы, ну, просто негодяи из негодяев. Они взяли и вот, смотрите, что они сделали, мирных людей выгнали. Но при этом они не показывали, как албанские боевики из армии освобождения Косово напали, допустим, на сербов, которые жили недалеко от Грачаницы. Это такой небольшой сербский анклав, да, в двух шагах от Приштины. Семь человек, я лично сам это снимал, Майкл, семь человек. Там отец, деда, дядя, дети, секундочку, обычные селяки, как говорят сербы. То есть крестьяне, они что-то там делали, какие-то работы выполняли на поле. Они их всех убили, а потом тракторами по ним ездят. Вот если бы они бы еще и показали бы и вторую картинку, у человека в Соединенных Штатах, наверное, другое какое-то мнение возникло. Американцы частной компании вошли в сговор с Белым домом или как? Ваше объяснение? Мое объяснение, что работают все-таки так, как нужно. А сейчас мы прервемся, вернемся в эту студию через несколько минут, и ты сразу же прям за честь всех американских журналистов ступишься. Еще раз добрый вечер, это радио Финам ФМ, частота 99,6 в эфире искусства. Возможно, мы говорим сегодня о взаимоотношениях между Россией и Соединенными Штатами. Пытаемся понять, кто из нас, собственно, не хочет в реальности, не хочет относиться к другому как к партнеру. А может быть, и те, и другие хотят, но не получается. Можешь мне ответить? Сейчас, секунду, Майкл, можно ответить, да. Только вначале я назову телефон, по которому можно позвонить в нашу студию, задать любой вопрос мне или нашим гостям. Это 65 10 99,6. А также я хочу напомнить, что у нас идет запущенное смс-голосование. Вопрос мы сформулировали следующим образом. Изменилось ли ваше отношение к Соединенным Штатам за тот период времени, скажем так, с начала третьего президентского срока Владимира Путина? А если изменилось в лучшую сторону, то пришлите букву А на короткий номер 5533. Если изменилось в худшую сторону, то, соответственно, букву Б на тот же самый короткий номер. Майкл, отвечаем на предыдущие звонки и после этого слушаем дальше. Я хочу ответить на твою реплику. На твою реплику, да, что это очень хороший, яркий пример. Но я сам просто шел вместе с ними по этим дропам и видел потом результаты работы. И, Рома, я согласен с тобой, что лучше, если бы их было меньше или вообще их не было. Но я тебя уверяю, что за каждый такой пример я могу приводить 10, 20, 30 примеров, когда независимые СМИ разоблачают злоупотребление власти. Властью в Америке, что у американцев секретные турниры ЦРУ, что есть секретная база беспилотников, что есть злоупотребление агентства национальной безопасности и так далее. Поэтому давайте пошире всю картину. Хорошо, то есть ты считаешь, что все это частности, да? Хорошо, я понял. Нет, это частности, и слава богу, что это в меньшинстве. Роль СМИ в Америке это система, ключевая система сдерживания противовесов. Вот, роль СМИ. И когда ты говоришь, что это... И СМИ не всегда работает так, но в большинстве случаев, слава богу, работает и контролирует. И я вас уверяю, что в Белом Доме они боятся СМИ, потому что это очень мощный рычаг. Конечно, конечно. И поэтому вот мне не очень нравится, когда американские средства массовой информации, например, Майкл, ну не нравится мне это, ничего не могу с собой поделать. Когда они говорят о том, что, например, в Ливии против Каддафи воевали ребята, ну это вот просто белые, пушистые, которые устали от диктатора Муаммара Каддафи, и уже просто не было никаких сил там с ним. А потом мы видели, что они делают. Ты читаешь... То же самое с Сирией, кошмар какой-то. Ты читаешь New York Times последние, я не знаю, 4-5 месяцев? Что пишут? Только про Аль-Каиду. Только про Аль-Каиду. Наконец-то. А когда мы об этом говорили, что там воюют боевики Аль-Каиды? Ну хорошо, все, слушаем другие звонки. НРСС, добрый вечер. Добрый вечер, наконец-то. Я хотел, во-первых, вашим вопросникам надо было еще и одну букву добавить, А, Б и еще С. Вообще изменилось ли отношение? Потому что, по-моему, у очень многих просто этого отношения нет, не было. Меняться, не меняться. Они живут своей жизнью, мы живем своей жизнью. Это раз. У вас было отношение, НРСС? Я... Как у представителей великого армянского народа? У вас было отношение к Соединенным Штанам? Думаю, было, если учесть, что еще и огромная армянская диаспора в Америке. Наверняка есть родственники, связи. У меня было резко довольно-таки отрицательное. Почему? Потому что я работал на государственной должности, и после землетрясения долгое время общался с американскими организациями. Для меня было дико посмотреть, как эти люди очень узкие в своем кругозоре. Это другая сторона вопроса, это не хочу обсуждать. Я по поводу партнерства. Партнерства. А почему мы так обижаемся, чуть ли не плачем, что они нас не считают ровными партнерами? А кто сказал, что они должны нас считать равноценными партнерами? А вот это хорошо. А какого? Откуда? Значит, по-моему, англичане говорили, что у Англии нет друзей, есть интересы. Да-да-да, совершенно верно, да. У Америки есть свои интересы. И имеют право свои интересы отставить, добиваться собственных целей любыми путями, как любая, в принципе, страна этого мира. К сожалению, это аморально, так говорить, но это так. Советский Союз в свое время тоже своими интересами как бы интересовался, когда готовил тех же самых боевиков арабских, которые совал свой, ну, нос немного, грубо говоря, имел политику в Африке, эти развивающиеся страны. Та же самая ситуация. То есть, вы, как армянин, тоже представитель великого армянского народа, наверное, помните высказывание Хримяна Гаррика после русско-турецкой войны 1877-1878 годов, когда в Берлинской конференции решился вопрос армянских земель. И он вернулся, ему сказали, к чему? Сначала было так, потом в обратную сторону. Ну, он сказал, каждый народ пришел со своим железным черпаком, взял свою долю, а у нас черпак был всего-навсего бумажный, мы ничего не смогли взять. Да-да-да. Все понятно, НРСС, все понятно, спасибо большое. Спасибо. Сергей Александрович, вот вы мне скажите, а действительно, почему мы все время так болезненно реагируем на какие-то заявления, действия Соединенных Штатов? Они самостоятельная страна, мощное государство, богатая страна, имеют право отставить собственные интересы. Ну, давайте мы просто активизируем, и все будем каким-то образом отставить свои интересы. Ну, мы же все время реагируем, причем вот как-то очень болезненно. Я бы употребил слово зацикленность. Ну, может быть и так. По сравнению с американской зацикленностью, наша такая маленькая, по-моему, да, вот, и не такая значительная. Значит, и я согласен с тем, что нам надо сначала, сначала, как говорил наш один великий русский, обустроить Россию, да, вот, а другой, очень известный россиянин, говорил о том, что надо вообще прибраться по России, да, и вот посмотреть, как мы живем. И я считаю, что наши внутренние интересы, они первичные. Нам надо обустроиться, нам надо спокойно жить, и не реагировать на многое из того, что мы считаем для себя вызовами, да, и совершенно не заниматься там глобальным, не вторить в Советский Союз, заниматься, пытаться там глобальным противостоянием, противодействием, еще чем-то. Но сотрудничать мы должны. Угрозы глобальные, извините, вы это прекрасно знаете, правда, угрозы общие. Интересно, на самом деле, многие, они глобально выходят за границы наших стран, особенно в вашей стране, в нашей поменьше, у нас много чего есть внутри, да, но, смотрите, как только появляется возможность, и это на самом деле радует, мы говорим-говорим там, да, друг друга там поливаем, появляется возможность хотя бы маленькой, да, мы за нее сразу сцепляемся, Сирий, химическое оружие, уничтожение. Как только Керри вот эту возможность предоставил, то, что мы можем что-то сделать. Сразу Лавров ухватился, стали взаимодействовать, так? И когда мы предложили, и когда мы предложили вариант уничтожения арсенала химического, Обама, который подразумевал, что не нужно наносить ракетно-бомбовых ударов, Обама, мне кажется, обрадовался. И Обама обрадовался, потому что для него это был, извините, предлог не следовать этой дурацкой логике, который толкал его вот американский ход внешнеполитической мысли. Мы там должны, вчера мы по, значит, там, Ираку, А вот сегодня мы здесь долбанем, да, мы в Афганистане, Ирак уходим, но все равно. Дальше с Ираном то же самое, смотрите, дело пошло на лад, Начали вместе работать. Вот это, это, это сохраняется, это главное, Это главное в нашем партнерстве, оно должно быть. Но партнерство на самом деле это все-таки продукт, продукт равных. И у нас есть наше представление, когда американцами считалось фантомным, да, когда мы ослабли, наше представление, потому что мы великая держава, и для этого есть целый ряд составляющих, да, там, ядерное оружие, там, все, но место в этом самом соединении безопасности, он, но мы партнеры, мы должны вместе работать, и мы обречены на партнерство, хотя потому что мы должны вместе уничтожить машину холодной войны, которую мы создавали, на которую мы сейчас тратим огромные средства, которые могли бы потратить на строительство нашей мирной жизни. Да, слушаем, слушаем звонки, у нас давно висят наши звонки, давайте послушаем, потому что очень мало времени остается. А, Сергей, добрый вечер, мы вас слушаем. Да, да, добрый вечер. Очень коротко, если можно, чтобы мы успели еще и ответить вам. Да, по поводу просто отношений между Россией и Америкой, и отношения американцев самих к России, к русским в том числе. Да, да, да. Я считаю, что нет какого-то определенного отношения рядового американца к России, он также относится к ней, как и к любой другой стране, к любой, даже самой маленькой, то есть он не думает, как там, и зачем ему вообще относиться каким-то образом к России, поэтому, ну, это мы просто себе здесь. Думаете, да? То есть дуем на воду? Дуем на воду? Ну, мы, да, мы, наверное, дуем на воду, а в то время, как американцы заняты таким каким-то своим делом, и думают... Хорошо, все позитивно, Олег, 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 Майкл, сейчас вырвешься в бой, сейчас выслушаем людей, и сразу дальше продолжим разговор. Олег, добрый вечер. Да, добрый вечер. Я вот не сам в начале слушаю вашу передачу, но вот я был поражен наивностью гостя вашего, когда он говорил, или не наивность это, или, может быть, это умышленно так, о какой-то свободе средств массовой информации. Ну, это же что, на самом деле? Те подачи информации, которые идут о всех конфликтах мировых, начиная там, ну, я даже не знаю, тоже Ливия, Сербия, Ирак. Когда, наконец, уже, например, подадут в суд на президента Буша, который вот оккупировал Ирак просто, ища там какое-то химическое оружие, но не найдя его. И под этим предлогом ведь было туда совершено агрессию. Да-да-да. Почему до сих пор на него никто не подал в суд, и нет уголовного дела на него? Международный трибунал, например, не передан это дело. И в чьих руках находятся средства массовой информации? Кто владелец их? Нет же ведь все эти средства массовой информации, нет, независимо, их кто-то им владеет. А мы уже знаем, что владеют вообще-то в Америке, в том числе в мире, это небольшая кучка людей там, можем их назвать себе фамилией. Кто владеет ФРС, тот и владеет, собственно говоря, всеми этими средствами массовой информации. Это совершенно очевидно. Почему делать какую-то, такую, как бы это, знаете, плохую мину, хорошую мину при плохой игре? Совершенно очевидные вещи. Это вот политика двойных стандартов, очередная, которая, собственно, и раздражает всех. Вот почему говорят, американцы иногда там всех там как-то... Политика двойных стандартов. Я ждал, когда будет произнесено это волшебное словосочетание. Совершенно, ну... По поводу Ирака, по поводу Ирака абсолютно с вами согласен. Я работал там очень долго и наблюдал за этими экспертами ООН и за попытками потом оправдать вторжение. И во что превратился Ирак? Это, кстати, я извините, что вас перебиваю, просто времени мало. У меня еще один вопрос. Это был первый вопрос. А второй вопрос. Вот пускай он зовет владельцев ПРС. Вот он знает, ваш гость, кто владеет ПРС? Вы знаете, над этим вопросом... Это частная лавочка. Над этим... Да, это частная организация. Кто владеет чем? Федеральной резервной системой, Майкл. ВРС, да. Над этим вопросом бьются уже давным-давно. Соединенных Штатов не могут определить окончательного бенефицара. То есть людей, которые реально получают вагоду. Хорошо, все. Все, простите, простите. Да, отвечаем, Майкл. Кто владеет резервом? Федеральной резервной системой. Майкл, ну тебе лучше знать, я не знаю. Потому что ваши неоднократно официальные лица говорили о том, что мы точно не знаем и, соответственно, до сих пор определить, кто много лет тому назад организовал Федеральную резервную систему. Поехали дальше. Я хочу по поводу корпораций. Да, это спорный вопрос в Америке. Было очень много за последние 10-20 лет слияния, поглощения и нет такой конкуренции, как было в Америке. Конкуренция между СМИ. Но все равно конкуренция есть. Есть Фокс, есть CNN. Все равно даже при всех проблемах больших медийных корпораций все равно есть конкуренция. И все равно это не государственные СМИ. Конкуренция есть. Но только в том случае она существует ровно до того самого момента, когда не начинается какая-то очередная военная операция. Например, вот то, что опять же я видел своими глазами. Допустим, та же самая история в Ираке. Ты знаешь, что сделали со съемочной группой CNN? Я тебе расскажу. За полтора часа до нанесения первого удара по Багдаду иракские власти вызвали к себе съемочную группу CNN и попросили покинуть территорию Ирака. А всех остальных американских журналистов, а там было огромное число американских там и телевизионщиков, и не телевизионщиков, их оставили. Почему? Потому что то, что показывали CNN, это просто было неописуемо. Какая-то совершенно не... Такая глупость. Они показывают ерунду, зная, что их съемочная группа сидит в Ираке. Они понимают, что эта съемочная группа там будет сейчас отвечать за то, что они, собственно, показывают у себя в эфире. Они показывают такую ерунду, да, несоответствующей действительности, что иракцы прям возмущались открыто, говорили, слушайте, ну ладно, хорошо, ну хотя бы это, если было бы правда, это одно. Но когда чистая ложь, тогда до свидания. И они понимают, что им сейчас ехать до границы с Иорданией, там, 600 с лишним километров, и через полтора часа нанесут удар. Они понимали, что это не получится, покинуть территорию Ирака до начала военной операции, попросили иракцев, те их оставили. Ты большой эксперт по болячкам американской СМИ, а почему-то ты молчишь по поводу первого канала, второго канала и НТВ. Давай, давай, давай будем говорить о... С удовольствием будем говорить. Ты хочешь поговорить по поводу наших средств массовой информации? Я тебе обещаю, готов держать удар, работал на двух, на НТВ только не работал, на двух каналах работал, знаю, как там все происходит. У нас просто две минуты времени, Майкл. Я не ответил на вопрос. Отвечай быстро, я тебе просто говорю, сколько времени у нас осталось. Я хочу согласиться полностью с звонившим, когда он сказал, что чем меньше Россия будет думать и будет помешан на Америке, чем больше Россия будет думать о коррупции, о внутренних проблемах, тем лучше. Посмотрите на Обаму. Обама говорит, что хватит уже, нам надо решить наши внутренние проблемы. И Путин бы так вел себя. Хорошо, я все понял. Я все понял. Я согласен с тобой абсолютно, что чем меньше мы будем говорить о том, что нам кто-то мешает, чем больше мы будем действовать единым фронтом, о чем говорил Сергей Константинов, тем лучше и для нас, и для вас. Но мы видим, что просто не получается. Мы наблюдаем каждый день какие-то новые повороты американцев. Ну вот я абсолютно тебе вот непредвзятое такое мнение. Ну смотрим, события на Украине разворачиваются. Отлично. И мы наблюдаем что? Мы наблюдаем там заместителя министра иностранных, дел Соединенных Штатов. Это замгоссекретаря, которая открыто влезает во внутренние дела Украины, а нам при этом, говорят ребята, не в коем случае. Бузочки раздают. Иногда она еще кое-как там называет своих европейских партнеров. У нас 40 секунд, Сергей Константинович. Хочу сказать одну, на мой взгляд, важную вещь. Вот нету никакой, говоря понятным языком, геополитической предопределенности, что мы являемся вечными соперниками и даже вечными конкурентами. Мы можем взаимодействовать. И давняя-недавняя история дает нам масса этих примеров. Поэтому не надо искать друг у друга болячки, намеренно, и их расковыривать. И главное, не нужно применять вот эти так называемые двойные стандарты. Потому что, когда нас начинают учить жизни, ребята, инструкции для водолазов пишут те, кто ни разу на дно не опускался. Но это же глупо. Когда начинают войны одну за другой, а потом учат нас демократии. Это как-то не очень хорошо. Теперь быстренько у нас уже нет времени результата нашего смс-голосования. Отношение к Соединенным Штатам изменилось в худшую сторону. В худшую. В 60%. Соответственно, 40% изменили свое отношение к Соединенным Штатам в лучшую сторону за период с начала третьего президентского срока Владимира Владимировича Путина. Спасибо всем. Встречаемся по будням в этой студии. Ой, по будням. Это я, знаете, на автомате, как в эфире у себя на телевидении. По четвергам в этой студии в программе Искусство возможно. Спасибо. До свидания.